Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова Елена и наша карма имени. Рада вас приветствовать и рада тому, что могу поделиться с вами той информацией, которая у меня есть. Мы говорим о карме имени и основные имена, конечно, уже прозвучали, безусловно. Была и Надежда, и Елена, и Ирина, и Ольга, и Татьяна, и Наталья. В общем, с этим все ясно и понятно. Но есть имена, которые встречаются гораздо реже. Но это же не значит, что они не встречаются вообще. И где-то на просторах интернета сидят дамы с этими именами. И даже не надеются на то, что они могут услышать про себя информацию. Но я надеюсь, что коллекция наших имен должна пополняться. И стремлюсь всячески к этому. Сегодня имя Дана, а также имя Данута, которое является производным от имени Дана, прозвучать для вас. Информация будет краткой, но по существу, для того, чтобы понять, с кем мы имеем дело. Но прежде чем перейду к этой теме, конечно, величайшая благодарность всем, кто поддерживает канал. Я завишу в Украине от света, которого все меньше, и от тепла, которого, наверное, зимой вообще не увижу. Но, тем не менее, пока существует генератор, некоторая благость на душе сохраняется. Вопрос только в том, что генератор надо заправлять. И на бензин уходят несусветные деньги. Поэтому ваша помощь бесценна. Под каждым видео пишу реквизиты банковские в надежде на то, что они кого-то заинтересуют и сделают мою жизнь хоть на грамм счастливой. Спасибо вам, кто не проходит мимо. Да, будет вам счастье, и пусть вернется доброта, которую вы проявили ко мне. Ну, а теперь имя Дана. Вообще, имя Дана, а также Данута, переводится как богиня Луны. И в данном случае, дорогие мои друзья, хороша ли наша богиня, и такая ли она божественная, как мы о ней можем сказать. Ну, могу вам сказать, что Даны исключительные и идеалистки понимают этот мир так, как понимают, и контроля над собой совершенно не терпят. Дана живет в этой жизни совершенно без всяких якорей и считает, что полная свобода, которая ей нужна, и есть то мерило ценностей, которым нужно стремиться. Меру спортивно, занимается большим теннисом или плаванием, но особых рекордов не ставит. Впрочем, рекорды не в характере этой девочки. Ей нравится в людях сила и независимость, и она имеет своих кумиров, на которых пытается быть всячески похожей или им подражать. И все они сильные, решительные, отважные, независимые люди. Душа, она отзывчива, может прийти на помощь людям, собственно говоря, проявить сочувствие. Это тоже, собственно говоря, можно отнести к хорошему. Но завышенное свободолюбие развязывает чисто руки. Отсюда желание все в жизни попробовать из того, что запрещено, тоже может присутствовать. Так можно подсесть конкретно на какие-то вещи, которые в жизни человеку не нужны. Но данные с свободолюбием советы со стороны куда противнее. Да, она очень чувствительна на несправедливость, которая происходит с окружающими, и всячески поддерживает тех, кого ненароком обидели в этом смысле, или проявили, кому несправедлилось. И если есть возможность вступиться и вступить в открытую борьбу за попранные права несправедливо обиженных, она это сделает с превеликим удовольствием по зову своей души. Она приятный собеседник, но если тема зашла не в то русло, или ей не интересен тот разговор, который перед ней затеян, может подобрать слова, которые прекратят ее мучения, выслушивать тираду, которая ей не интересна. Но не пытайтесь ее критиковать или взывать тому, что она слишком резка в остановке, например, того же разговора. Вы еще на полпути обсуждения, а вас уже никто не хочет слушать. Критику, да, она переносит, особенно болезненно, и сразу вершинство воспринимает ее. Поэтому в данном случае ничего хорошего из этого не выходит. А еще она не умеет держать эмоции под контролем. Все, что к ней происходит, ее триумфы на лице написаны, и ее негоразды на лице тоже написаны. Так что в данном случае скрыть от окружающих то, что она переживает, ей бывает достаточно сложно. Характер ее достаточно бесхистеростный, поэтому фальшивить или что-либо сокрыть, как вы поняли, ей бывает из-за этого исключительно сложно. Поэтому она особо и ничего не скрывает, потому что понимает, что в этом как бы не является великим мастером. Дипломатия и стирание шероховатости в отношениях не ее конек, поэтому, скажем так, дипломатичность в ее взглядах на вещи и в манере себя позиционировать людям, к сожалению, маловато. Было бы лучше, если бы этого было побольше. Иногда бывает слишком горячо в выражении собственных эмоций, вот, слишком, скажем так. И это как бы выглядит даже как некоторая скандальность, особенно, если речь идет об оправданной справедливости. Вообще она борец за права всех обиженных и обездоленных. Никто лучше ее не позаботится о коллективе, поэтому она неплохо смотрится в роли лидера. Да и вообще лидерские качества у нее развиты достаточно высоко. Также решительно, как бы, то и в делах, она и в личном. И может, если ее избранник достаточно не уверен с тебе и все откладывает в важные решения по типу пригласить ее на свидание и прочее, может взять инициативу в собственные руки. Считаю, что ничего здесь зазорного нет. Мы оба знаем, чего мы хотим. Если кто-то и все никак не может решиться, она выполнит работу за него. В любом случае, да, она жизнерадостна, оптимистична, любознательна, любит по жизни идти весело, игриво, жизнь ей интересна со всеми ее проявлениями. Ее склонность думать над последствиями своих поступков в принципе делать ей честь и в принципе она может разобраться, права она или не права. Вот только это надо применять почаще, потому что так иногда получается, что там не додумал, там не досмотрел, там не обратил внимания и создал себе ситуацию, которая потом губительно отразится на всем положении дел. На пути ее достижения стоит ее собственное непостоянство и неумение в полной мере оценить ситуацию до конца. От этого кажется, да ничего страшного, да это пройдет, да я это победю, так сказать, а на самом деле получается, что ситуация оказывается куда более глобальной, чем Дана могла бы себе это представить. Разве что Декабрьская Дана избавлена от этих опрометчивых шагов по той простой причине, что она очень долго думает над каждой конкретной ситуацией и очень серьезно размеряет собственные силы, не завышая собственную самооценку, понимая, что ситуация может завести в тупик, может себя вовремя остановить. Любви, данные исключительно жертвенные, могут пойти на многое для того, чтобы сохранить эту любовь. А если помимо любви какое-то дело не складывается, они никогда не будут молить о пощаде, выпрашивать помощь, сконцентрируются, постараются эту проблему все-таки разрешить невероятными для себя усилиями, но тем не менее многое им сдается благодаря тому, что они умеют быть настойчивыми. Что касается ее остальных хозяйственных талантов, то можно смело сказать, что она прекрасно готовит, у нее есть вкус готовки, во всем остальном хозяйка, она достаточно посредственная, ей тяжело ухаживать за хозяйством, не потому, что оно ей не по силам, а потому, что особого интереса нет. Так что лоск, который образуется внешне, как правило, внешним остается. Достаточно преодолевать шикарчик, и сразу видно, что порядок только для того, чтобы глазу ничего не мешало, а во всех остальных заветных местах полный бардак. В семье, кажется, ведет себя гораздо более жестко, чем оппозиционирует себя с внешним миром, поэтому частенько домашние обижаются, нас жучат, а перед другими такая все мягкая, пушистая и замечательная. Ну, такова манера данная. Что же тут поделаешь? Да ну-то. Да ну-то, как вы поняли, дорогие мои друзья, это тоже Дана. Вот только вопрос в том, что чаще всего так называют девочек, например, в Молдаве, Польше или в Чехии, поэтому Дану-то по-прежнему остается той же Даной, только вид сбоку. С детства очень болезненная девочка, что ее необыкновенно раздражает, потому что все, что связано с дыхательными органами, явно подвержены постоянным рецидивом. От этого она сама устает, да и родителям есть чем заниматься. Так что вечно больное горло делает девочку исключительно капризной, несчастной, раздражительной, но, к сожалению, дорогие мои друзья, это издержки детства нашей Даноты. С детства растет очень подвижное, очень непредсказуемое, можно сказать, это сорванец в юбке, который то на заборе подвиснет, то с мальчишками сад обнесет, то еще что-нибудь придумает. Но в любом случае жизнь прекрасно и интересна, для шалости всегда применение найдется. В силу того, что у нее воистину мальчиковый характер, она терпеть не может все издержки женского бытия, всякие банки, кикосы, длинные волосы, локоны, которые любовно завязывают ей родители, ее категорически раздражают. А вот короткая стрижка, чтобы ничего не мешало в глаза, не лезло, это как раз ее конек. Она смелая, отважная, спортивная, бывает резкой и не прочь зло подшутить над теми, кто ей особо не нравится. Является насмешницей, может сильно словом припечатывать тех, кто особой привилегией быть у нее в друзьях не владеет. Со всеми остальными людьми быстро и ловко сходятся, но также быстро расстаются, если эта дружба так сказать себя исчерпала по разным причинам или на то появилась какая-то причина. Зимние да ну то прямо решительно умеют постоять за себя большие сладкоежки любят мучное и сладкое и упиваются этим до бесконечности, так что тут надо контролировать, иначе стоматологи пропишутся в вашем доме. Они чувствительны, влюбчивы, под влиянием настроения способны совершать всевозможные поступки, как правило эти поступки обращаются против них, но они ни о чем не жалеют и по-прежнему оптимистично смотрят будущее. Очень переборчиво в выборе женихов выбирают выбирают и как правило берут самый неподходящий для себя вариант. Поэтому считать, что это первый брак является счастливым это как говорится попасть пальцем в небо. Куда больше в браке везет летним они терпимее и мягче и поэтому даже если выбрали не того человека умеют как-то приспособиться подстроиться и не делать из этого никакой трагедии. Осенние очень расчетливые практичные умеют терпеть делают неплохую карьеру в общем-то из-за того что более уравновешены и умеют хорошо оценить ситуацию прежде чем не ввязаться поэтому особых ошибок как говорится не создают для себя до внутрь любят большие компании любят веселье любят быть в центре внимания так чтобы общество просто млело от ее присутствия обычно в любой компании является заводилой или тамадой любят поднять рюмочку но слава богу крепким горячительным напитком предпочитает вино и шампанское но к сожалению меру может в этом деле все равно потерять данные плохо контролируют пороки которые с ними происходят и в данном случае меру быстро теряет отсюда и предрасположенность к тому чтобы подсесть на этот порок в полном объеме будь то вина наркотики или еще что-либо поэтому им никогда к этому и приближаться нельзя с кем же у них возможен наверняка удачный брак попробуем разобраться эти могут отличаться Павла Петра Андрея Глеба Ефима Ильи Владимир и Сергея а вот Альфред Артур Адам Вилли Олег Родион Виктор Демид и Борислав счастья особого донуть и преподнести наверняка не смогут Ну вот так мы прошлись по имени Дана и Данута хотя это как вы поняли одно и то же А с вами была Елена Данута 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 Данута